Больше 270 новых случаев заболевания ежедневно. Такую печальную статистику представил руководитель регионального распотребнадзора на видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Евраевым. И это не единственный неутешительный показатель. Полиции отмечают, с усилением мер контроля растет и число выявленных нарушений. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что у нас количество составляемых протоколов резко увеличилось? Ну, если мы до 27 октября ежесуточно составлялось порядка 20-30 протоколов, то вот, например, за прошедшие сутки составлено 188. Начальник областного УМВД Андрей Лепилин подчеркивает, больше всего нарушений совершают именно сами граждане. Из тысячи нарушений почти 900 у физических лиц. Так что ждать ослабления контроля в ближайшее время не стоит. Но, как отметили в департаменте АПК, ограничительные меры экономики не вредят. Хотелось бы сказать, что взвешенные меры, те, которые были приняты на экономическую составляющую, в принципе, влияют положительно. Если мы говорим о снижении в 2020 году, когда у нас были жестко введены ограничения по торговле на 7,4 процента, было снижено оборот, то по состоянию на январь-сентябрь текущего года у нас уже ритейл дает плюс 11 процентов к обороту. Еще одной важной темой совещания стали праздничные дни. У нас впереди с вами, как вы сами знаете, праздники, выходные дни. И у нас уже приехало и приедет много отдыхающих. Для бизнеса это хорошо, это понятно. С точки зрения эпидемиологической ситуации дополнительная нагрузка тоже очевидна. И в данном случае нам важно с вами проводить все контрольные мероприятия очень четко в эти дни с тем, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в области. Как отметил глава региона, цели жестко закручивать гайки и вводить новые ограничения нет. Главная задача – контроль, соблюдение уже принятых мер. Это поможет стабилизировать эпидситуацию. Мария Анисимова, День в событиях.